Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале об одежде из Second Hand. Меня зовут Марина и я живу в прекрасном городе Челябинск. Сегодня предновогодний выпуск, будет как всегда много одежды, а я в свою очередь хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать в Новом году обязательно крепкого здоровья, счастья, любви, удачи и, конечно же, благополучия в каждый дом. И давайте начнем вот с этого рыжего свитера. Он из стопроцентной шерсти, цена 350 рублей. Бирки с составом и с названием бренда не было, но то, что это шерсть, я как бы без сомнения могу сказать. Он очень теплый и немножко колючий. Это бренд паблик, очень мягкий джемпер, цена 500 рублей. В составе у него, если честно сказать, намешали все, что можно. Тут и кашемир, и шерсть мериноса, и полиамид, и вискоза. В общем, все. Вот так он смотрится на мне. Я его купила для своей заказчицы, и он уже у нее. Очень даже неплохой джемпер. Это Next. В составе у него шерсти и хлопок. Такой тонкий лонгслив, можно сказать, с шерстью. Цена, кстати, всего лишь 350 рублей. Размер больше подошел бы на 46-48. На мне он сидит очень свободно. Кажется таким рыхлым, тонким и не очень симпатичным. На девушку большего размера, чем я, он бы сел гораздо лучше. Вот эта водолазка из шерсти тонкой. Я тоже купила для своей заказчицы. И вот этот тонкий, не тонкий, это свитер. Такой толстенький, с ангорой. Его я тоже купила. Это свитер. В составе у него шерсть и акрил. Цена 500 рублей. Хочу сказать, что в зигзаге удачи, который находится на Марченко, не очень хорошее освещение в примерочных. Особенно на втором этаже. На первом, кстати, нормальное. На втором видео получается достаточно темное. Там фотографии тоже темные. Не очень удобно. Так, это джемпер в составе. У него шерсть и кашемир. Я тоже его купила для своей заказчицы. Цена 350 рублей. Такой веселенькая расцветка. Чем-то мне напоминает эта расцветка Орликина из мультика. Хотя ромбы мне нравятся. У меня у самой в гардеробе есть несколько свитеров и джемперов с таким узором. Это мужской свитер Макнил из стопроцентной шерсти. Я его примерила, но, к сожалению, не сняла, как я его примеряла. Цена 350 рублей. Ривер Айланд. В составе шерсть и акрил. Цена 500 рублей. Взяла в примерочную, потому что меня вот подкопили вот эти дырочки на плечах. Хотя, куда такое носить зимой? Такой спорный вопрос. Даже, сейчас сказать, не знаю. Это шелковая блузка. Цена 500 рублей. Кстати, ее даже никто не купил. В ней несколько процентов эластана добавляют, чтобы вещи были более эластичные, тянулись и лучше садились по фигуре. Ададжио. На бирке написано Кашемир и шелк. 350 рублей. Купила я его тоже. Для своей заказчицы. В этом обзоре у меня очень много покупок. Иногда бывает, что многие из моих заказчицы с покупками, а иногда очень мало человек. Ну, то есть, это зависит от завоза. От меня, например, ничего не зависит. Эту водолазку тоже я купила. Тут шерсть, ангора и эластан. Очень она приятная. На самом деле, я водолазки не ношу совсем. У меня в гардеробе нет ни одной водолазки. Примерять их я тоже очень люблю. Это ботинки Лора Пиано. Тысяча рублей. Кстати, похожи очень сильно на оригинал. Мне даже кажется, что это стопроцентный оригинал. Тоже я их купила. И брюки Морелло. У них в составе 43% шерсти. Такая мелкая клеточка. Цена их была 500 рублей. И я их примерила вот с этим свитером. Такого густого, темно-серого цвета. Скорее всего, это свитер хендмейт. Потому что никаких бирок не было. И прям видно, что их вообще не было. То есть, они даже не срезаны. Но этот свитер мне понравился. Вот такие, кстати, воротник, как у него, я люблю. То есть, он не близко к шее. И я такой еще могу поносить даже. Это юбка без бренда. Очень такая плотная ткань. Драб на подкладе. Цена 350 рублей. И в комплекте Юникло в размере XS. Цена 750 рублей. Иногда на Юникло прям завышена цена. 750. Иногда даже можно найти за 1000 рублей. Я считаю, что это дороговато. Все-таки, наверное, 500. Это вот оптимальный вариант. Вот такой образ у меня получился. Еще одна юбка. Она тоже без бренда. Тоже на подкладе. 500 рублей она стоила. И я примерила тоже с Юникло. Но состав у него 95% хлопка и 5% кашмира. У меня у самой прям точно такой есть джемпер. С удовольствием его ношу. Он мягкий, теплый, тонкий. Плюс цвет такой прям зеленый. Мне он подходит. Ну, это мне так кажется, конечно. Юбка Плесе от Zara. Она в большом размере. L или даже XL. Стоила она 350 рублей. И я примерила вот с этим свитером. Немножко он был подпорчен. Видимо, покрасился или полинял. В составе у него меринос, кашемир и просто шерсть. Кстати, состав очень хороший. Цена тоже 500 рублей. Юбку сзади придерживаю, потому что она прям с меня сваливалась. Юбку тоже купила одна из моих заказчиц. Вот видите, вот здесь вот розовые разводы. Полинявший. Или его сушили неправильно с каким-то красным изделием. Это брюки Клёш от Максон Ко. И я примерила их с рубашкой из вискозы от Юникло. 750 рублей. Кстати, очень хотела купить эти джинсы. Но, к сожалению, не понравилось то, что низкая талия. Хоть она и актуальна, но мне не нравится. Плюс они были короткие. А заморачиваться и их там распускать, что-то надшивать я не захотела. У меня была бы другая для себя покупка. Это Юникло в размере L. Мне, конечно, он свободный. Я купила для себя вот эти джинсы. Это Мекс. Давно хотела Клёши. Наконец-то их нашла. Они отлично на меня сели. Цена 500 рублей. По длине очень мне было длинно. Но, как сейчас, актуально необработанный край. Я пришла домой, быстренько всё обрезала, отмерила, постирала. И уже с удовольствием их ношу. Прям джинсы очень клёвые. И последний будет кофточка, можно сказать, от Гэб. Цена у неё была 500 рублей. Такой очень тонкий трикотаж. Хотя в составе здесь шерсть есть. Она очень приятная к телу. Но такая достаточно сопливенькая. И вниз подрастянутый. Оставила в магазине. Благодарю всех за просмотр. Ещё раз поздравляю с наступающим Новым Годом. Увидимся уже в следующем году. И желаю всем весёлых выходных. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»